На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, почему говорят, что Господь, кого любит, того и наказует. В Новом Завете эти слова мы встречаем у апостола Павла в послании к евреям, а он, в свою очередь, цитирует книгу притчи Соломона. У Соломона это звучит так. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец, к своему сыну». Апостол Павел расширяет этот, в общем-то, понятный смысл. Смысл в том, что любовь, помимо дарования жизни, она еще ограждает любимого от зла. Любовь неизбежна, если это родительская любовь, любовь ответственная, заключается в пресечении генерации зла в любимом человеке. Поэтому наказание необходимо для того, чтобы зло не расрасталось в сыне. Более того, если, как сказано в этой же книге, притчи Соломона и у Премудрого Сираха есть такие же точные мысли, если отец дает покой розгом своим, имеется в виду телесное наказание в данном случае, которое было общепринятым в древнем архаичном обществе, он ненавидит своего сына. Даже не сказано, что он как-то неправильно любит его, или неправильная педагогическая концепция. А вот когда любящий отец не пресекает разрастание греха и зла в ребенке, это приравнивается к ненависти. И Господь, так же точно любя нас, как сыновей, ограждает нас от того зла, которое может поразить нашу душу. Именно поэтому мы принимаем это и понимаем, что это тоже проявление любви Божией. Но апостол Павел расширяет это понимание. Он говорит о том, что Сын с большой буквы Божией, Бога Человека Иисус Христос, понес наказание за всех нас, хотя был совершенно невиновен. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, приникбрежший посрамление и воссел одесную престолу Божия, помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Вот мы имеем великую радость и великое дерзновение, называть Бога Отцом Небесным. Это было бы дерзостью, если бы мы придумали это сами. Человек сам этого придумать не мог и не должен был. Но сам Господь Иисус Христос сказал нам, что надо молиться именно так. А в притче о блудном сыне подробно разъяснил, каково это сыновство человека и что такое отцовство Бога по отношению к нам. Так вот, когда мы принимаем сыновство как научение и принимаем обстоятельства нашей жизни, может быть, даже и скорбное, и тяжелое, как любящую руку Бога, все остальное из отношений Отца и Сына тоже становится нашим достоянием. Господь тогда поступает с нами, как с сынами. А каково это отношение? Это те утешения, те радости, те глубины познания Бога, которые нельзя дать чужим, которые могут открыться только в любви. В любви сыновни, в любви отчей. Поэтому исповедание и принятие тех скорбей, которые посылаются в жизнь христианина, открывают огромные внутренние просторы для познания Бога, открывают прежде всего в моем, в человеческом сердце. А если я сопротивляюсь, если я ропщу, если я, как в другом месте в притче сказано, сердце глупого негодует на Господа, если я негодую, за что, зачем, почему, я никогда не встану вот в это самое сыновство в отношении с Богом. Я просто слишком узок для Него. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok